Всем доброе утро! В общем, открылись у нас шепчущиеся в клановых боях В клановых боях, клановые шепчущиеся Они открываются после открытия сервера на третье открытие То есть, первые шепчущиеся прошли, вы их победили Вторые шепчущиеся прошли, вы их победили Третьи шепчущиеся прошли У вас открылись, точнее, начались Третьи шепчущиеся, у вас открылись боссы Вот, что по боссам? То есть, первый босс, на него требуется мало активности, на него надо 160 тысяч показателей активности, 16-й, 13-й левел, 19-й левел шепчущихся лидия, аж 450 тысяч надо активности, 3-й левел шепчущихся, миллион 100 надо, 4-й левел бета, 2 900, и 5-й левел активности, надо 5 миллионов, то есть активность показывается здесь, вот, показатель активности, у нас сейчас 495 тысяч. Когда член вашего клана побеждает в личной битве с предводителем шепчущихся с определенным уровнем, он повышает активность клана. Чем выше уровень врага, тем сильнее повышается показатель. То есть мы сейчас открыли лидию. По наградам, по наградам я, честно, тут пока не увидел, ну, как бы увидел точнее, но что-то они везде здесь одинаковые, то есть я так понимаю, сколько раз вы будете убивать вот этих шепчущихся, столько наград вы и получите, то есть чтобы получить, заберите 10 тысяч, просто от уровня зависит, сколько вам будут очков давать, вот и все, потому что награды здесь везде фиксированы, вот я смотрю по 6, 200 миллионов очков, то есть на бету нажимаем, тоже 200 миллионов очков. Каким образом они призываются? Да, здесь в принципе все прописано. Лидер вашего клана выбирает предводителя шепчущихся и время начала атаки. После подтверждения изменить время нельзя. Предводитель шепчущихся появится около города лидера во время атаки. У вас на атаку будет 2 часа или меньше, в зависимости от времени события. Показатель активности является обязательным условием для разблокировки предводителя высокого уровня. Члены вашего клана могут повысить показатель активности, побеждая обычных шепчущихся более высокого уровня и с более высокой сложностью. Чем выше уровень предводителей шепчущихся, которого победил ваш отряд, тем больше очков убийства получите вы и ваш клан повысит таким образом свой рейтинг и уровень вознаграждения. Ну пока вот мы, я так понимаю, открыли лидию. Я ее, в принципе, могу выбрать. Но пока, наверное, выбирать не буду. Или давайте выберем. А, ну вот. И мы можем выбрать день и когда это начнется. Все. То есть в ближайшее время мы просто это все выберем и начнем. Давайте выберем вторую шепчущуюся. Так, сегодня время. Выбираем местное. Так, сегодня в 19.21.00. Как обычно, суббота, 18 июня. Поехали. Так, время проверяем. Еще раз местное. Все, отлично. Ставим. Для каждого события нужно выбрать предводителя шепчущихся. Установив время атаки, вы не сможете изменить свой выбор. Противник появляется рядом с городом вашего лидера и будет оставаться там до 1.55 после начала атаки или его убийства. Подтвердить? Подтвердить. Вы действительно хотите добавить это к лановым событиям? Участники смогут проверять время начала событий. Да. Максимальный онлайн. Так, смотрим. События мы добавили. Давайте посмотрим, что у нас там в событиях появилось. Максимальный онлайн. Перейти. Вот здесь вот, да, они появятся через 10 часов. А вот мы сможем теперь и посмотреть ранги. Награды за рейтинги. Давайте посмотрим, что у нас там. О, ранг первый. Ничего себе. Миллион опыта и 50 золотых штук. Вот это круто. Все кланы. Ранг первый. О, нифига себе. Среди кланов-то если набрать, как хорошо можно очков получить. Блин, награды-то вообще пушка. Зашепчущихся. Тут еще есть индивидуальный. А, ну вот это индивидуальный. Индивидуальный и между кланами. То есть по вашему серверу. Шанс получить 610 тысяч. Ну так-то не слабенькие, слушайте, они будут. Ну попробуем, попробуем на самом деле. Так, первый сундук. 10 тысяч очков. Две медали и опыт. Ладно, будем пробовать, что делать-то. Продолжение следует...